В эфире программа «От первого лица. Открытый чест» на задачах развития региона, проблемах и путях их решения. Меня зовут Ангелина Леденева. Здравствуйте. На традиционной встрече с журналистами глава региона рассказал о трехдневном визите в столицу, где проходил семинар совещания глав регионов с участием президента Российской Федерации. Основные темы – современная экономическая и политическая ситуация и лучшие региональные практики. Была встреча с Владимиром Путином. Он перед нами выступал. Задачи были поставлены, его видение по конкретике ситуации, конкретике задач, которые нам предстоит решать в это непростое экономическое и внешнеполитическое время. Прежде всего, было отмечено, что в этих сложностях, объективных, которые есть, в экономических и внешнеполитических ситуациях, на первый план входит координация действий, взаимодействия между уровнем всех властей. Я вполне разделяю, потому что сегодня от каждого уровня в его компетенции зависит многое, поэтому координация взаимодействия, как никогда, она всегда нужна, но в это время, когда требуется очень быстрое, такое оперативное и понимание проблемности, и принятие решений, думаю, оно вполне очень актуально. Поставлена была задача в каждом субъекте федерации разработать эти конкретные планы мероприятий. Обращаю внимание, речь застряется не как план антикризисных мер, а план по удержанию стабильности и развития экономики. Вот это принципиальный позыв, который на что обратил и Владимир Владимирович, и другие члены правительства, когда мы рассматривали, что сегодня время нельзя свою тактику работы строить, как время в ожидании, что все рассосется, все как-то сбалансируется, и потом начнем реализовывать то, что будет прирастать. Как раз речь идет, ни в коем случае не встраиваться в такой тренд ожидания, а встраиваться и реализовывать тренд преобразований, которые должны именно быть реализованы в это время. Президент обратил внимание на то, что региональные и муниципальные власти на территориях должны работать в одной повестке дня, никакого повода для конфликтности, кто главнее, а сбалансированность, взаимодействие и принятие всех оперативных мер по достижению результатов. Также глава региона рассказал о встрече с руководителем аппарата президента Сергеем Ивановым, на которой были затронуты вопросы реализации антикоррупционных мер на территориях и о принципах постановки работы. Блок почти в двумя днями, перерывах, это был практический разговор с членами правительства. Вначале с членами правительства, это таким министрами, который вел такой семинар трехчасовой, Дмитрий Николаевич Козак, с министрами транспорта, с министром ЖКХ, с министрами хозяйственного направления, с Минфином в том числе, где обсуждались практики, лучшие практики региональные, информационные, по инвестиционному развитию. Три области давали информацию. Я могу сказать, что весь арсенал, который мы сегодня с вами реализуем у нас на территории Новосибирской области, по инвестиционному развитию, он вписывается, поверьте, и в понимание лучших практик, только с конкретным преломлением результатов в наших условиях. Это развитие парковых проектов, развитие новой экономики. Это наша практика очень хорошая такая ПЛП, биотехнопарк, академпарк, биотехнопарк. Это другие такие пилотные проекты, которые стали апробацией за это предыдущее время, и сегодня есть на что опираться. Мы сегодня только сейчас провели круглый стол в рамках нашей выставки на экспо-выставочном комплексе. Это по агломерационному развитию. Надо сказать, что очень хороший разговор с точки зрения уже практики развития, агломерационного развития нашей области. Это уже был совершенно другой уровень от теоретического восприятия, что такое агломерация, для чего, а с точки зрения уже практики реализации, развития новых точек роста, новых точек экономики. Надо сказать, что выводом из этих разговоров о конкретных мерах по поддержанию стабильности и развитию экономики отрадно то, что стержневые понятия уже определены правительством с точки зрения перспектив стратегии, перспектив развития каких направлений будет перспективно поддержано, даже в это непростое время. Вы знаете, что сегодня и федеральный бюджет уменьшен на 10% с точки зрения финансирования всех федеральных целевых программ на 10%, ввиду того, что непредсказуемость пока по исполнению утвержденного законом Российской Федерации бюджета на 2015 год. Но в то же время однозначно высказана и позиция, и закреплена конкретными цифрами, конкретными мероприятиями, это по перспективе поддержания двух отраслей. Это гособоронзаказа. Для нас это принципиально важно, как и для всей страны, как стратегического направления. Мы говорим для нас, как для части экономики. У нас в исполнении гособоронзаказа работают 39 предприятий. В прошлом году выполнили объем оборонного заказа на 59 миллиардов рублей с хорошими результатами. Приросли на 114% к уровню 2013 года. И вот, когда сегодня ясна перспектива, что оборонзаказ останется в тех планах, которые раньше утверждались, для нас это принципиально важно, что вот этот сегмент 39 предприятий, он остается с точки зрения востребованности, с точки зрения стабильного заказа, но и в очень сложных условиях исполнения. Когда и ценовая политика меняется, а когда заемные средства становятся дороже. Вот поэтому это принципиально важно. И заказ на будущий год у нас на 13% возрастает. И второе направление, которое обозначено, это развитие сельского хозяйства. Я всегда был убежден, что одним из ресурсов повышения экономики у нас является агропромышленный комплекс. Громадный, разветвленный. Поэтому, когда это будут реализовываться меры и на федеральном уровне поддержки, плюс еще приростные некоторые показатели к предыдущему, это для нас принципиально важно. Поэтому прошло совещание в Минсельхозе России, где представители нашего министерства были, уточняли эти планы. Я считаю, что это принципиально важно. В результате трехдневного диалога с членами правительства были достигнуты договоренности, которые имеют большое значение для развития нашего региона. Найдено понимание. Думаю, что мы все территории, каждый по-своему, как бы, ну, видя эту проблему, но тем не менее убедили, что сегодня принять нужно самые необходимые срочные меры по поддержке строительного комплекса. Как такового, а как механизм поддержки, это поддержать на уровне предыдущих лет сложившейся эту ипотеку. Потому что те объемы, 81 миллион квадратных метров жилья, который введен по России, и наши 2,200, это хороший уровень и приростной, но он может быть быстро подвергнут стагнации строительный комплекс, потому что основная часть по реализации жилья людьми, собственниками, реализовывалась через ипотечное кредитование. За последние 3 года сложилась такая, но воспринимаемая по возможностям людьми, нашими жителями России, уровень ипотеки, который позволяет при их доходах, при таком составе семьи, брать эту ипотеку, рассчитываться и решать свой жилищный вопрос. И поэтому вот так было оживление на рынке жилья. Поэтому удержать ипотеку в дееспособном состоянии на уровне прошлого года, вот принципиальный вопрос. Он принят, специально в понедельник было рассмотрение этого вопроса на заседании правительства. Я пока в деталях, нам еще не пришла рассылка, но суть следующая. Удержать ипотеку на уровне 13%, а если выше ипотека, какие банки дают, то этот приростной процент будет компенсировать Государственный банк России, вот этим банкам, которые будут держать эту ипотеку. И второй момент, это поддержать 27 банков, самых таких крупных операторов в кредитной и финансовой схеме, поддержать их миллиардом, такими средствами для их способности увеличивать объемы кредитов. То есть не будет уменьшено кредитование отрасли и будет удержана ипотека. Вот принципиально как бы важное направление. И в выступлении президента, и вообще всюду, во всех таких направлениях, мерах, это было, конечно, работать над поддержанием малого и среднего бизнеса, на мерах поддержки. Надо сказать, что сейчас работает наш департамент соответствующей промышленности, над разработкой наших мер поддержки. Речь идет о возможности уменьшения, обнуления даже, или уменьшения некоторых налогов для вновь созданного малого бизнеса. Поэтому рассматриваем, какие меры будут приняты, пока сейчас не могу сказать, но однозначно примем какие-то наши региональные решения в рамках нашей компетенции. Теперь, что касается по формированию наших конкретных планов региональных. Надо сказать, мы еще в конце прошлого года, было принято мною решение, результаты мониторинга ситуации в области рассматривать еженедельно на специальном заседании правительства, что мы делаем уже три раза. И вот сегодня очередное заседание правительства с конкретной повесткой дня об итогах мониторинга по ряду направлений. Что это за направление, которое мы мониторим постоянно? Это, прежде всего, ситуация на рынке труда. Наше министерство труда владеет абсолютно ситуацией, профессионально владеет. Какие изменения на рынке труда происходят? То есть, какие предприятия заявились о своих планах переводить какую-то часть людей на неполную рабочую неделю или сокращение в виде сокращения производства, чтобы понимать, какие тенденции? Почему они складываются на том или ином предприятии, ну вот так вот, который влечет уменьшение работающих и так далее? О задачах региона, проблемах и путях их решения честно и открыто от первого лица. Смотрите нашу программу каждую среду после итогового выпуска новостей в четверг в 15.45 на телеканале ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok